Пенсионерке Антониде Васильевой 80 лет. В молодости она жила на Кузбассе, работала на шахтах. Приехала в Жигулевск в 2001 году. Говорит, очень нравится этот город. Сейчас она полна сил и энергии, однако 6 лет назад мучилась от боли в суставах. Все изменилось после того, как начала заниматься скандинавской ходьбой. И стала ходить скандинавской ходьбой с палками. Сначала, знаете, как коленки болели? Вот по диагонали до магазина не могла дойти. А потом, как с палками стала ходить, ну вот, видите, даже медали получаю. Даже самарских у меня две медали. Антонида Васильева – активная участница спортивных фестивалей и соревнований. Член группы скандинавы «Жигулей». Недавно сдала нормы ГТО. Пропагандирует здоровый образ жизни и посещает группы активного долголетия при комплексном центре социального обслуживания населения. Пандемия коронавируса наложила ограничения на любимое увлечение Антониды Васильевой. Чтобы и дальше наслаждаться скандинавской ходьбой, женщина решила привиться. Первую вакцину сделала в начале прошлого года. Повторно привилась в 2022-м. Все прививаются. Думаю, наверное, надо привиться. Я считаю, что я здоровый человек. Но если надо привиться, не дай бог возраста какой же заболеть, могу. Вот и привилась. Ну и не жалею. Министерство здравоохранения напоминает, что повторную вакцинацию рекомендуется проводить через полгода после первичной прививки, либо после перенесенного заболевания. Сейчас наибольшее опасение медиков связано с категорией пожилых людей, тех из них, кто еще не привит. В области это более 185 тысяч пожилых людей старше 60 лет. Чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни, необходимо привиться. Максим Магомедов, События.